Армасыз, Казахстан, Сызбин Ермек Нарамбай, Угун Бызнам Хона, Хартамбай Саудабеков, полковник в отставке, полковник медицинской службы. Салямасызба, Армасыз. Салямасызба. Ага, мы не закончили разговор по коронавирусу, и вы немного приболели, и сейчас у нас уже пошло все на спад. Как вы смотрите на ситуацию вокруг этой проблемы? Армасызба, Армасызба. Армасызба, Армасызба. Армасызба, Армасызба. Какие проблемы? Так, готовность в наших учреждениях и так далее вопрос. Тогда, я думаю, мы дадим справедливую оценку о спешке коронавируса у нас в Республике Казахстане. И тогда ли другие вопросы? Как вы считаете? Давайте. Если вспомним, по данным, значит, властей Китая, по состоянию на 5 января 2020 года, число заболевших неизвестной формы пневмонии составило где-то 59 человек. Еще три, значит, случая зараженных появилось за пределами страны Китая. То есть два случая в Таиланде и один случай, значит, в Японии. Напомню, вообще-то, единичный случай, первый случай в Китае зафиксирован еще был в декабре, кстати. И возбудителем данной болезни стал новый вид коронавируса, как они доложили. Он может не только вызывать воспаление легких и дисфункцию жизневажных органов. Первый смертельный случай от нового коронавируса был зафиксирован 11 января 2020 года. Если вспомнить, под состоянием на 24 января 2020 года, в Китае опасным вирусом диагностировано уже 876 пациентов. И 26 человек скончались. В 13 крупных городах, населенных пунктах, был введен карантин. Болезнь, по словам ученых, прошла три стадии развития. То есть передача от животных к животному, от животных к человеку, от человека к человеку. Далее эпидемия неизвестной формы пневмонии начала распространяться по всему миру. И, вы помните, уже объявили пандемию. То есть пандемию. Если анализировать всю эту обстановку эпидемии, не у нас, там, в Китае, в других странах, неизвестной формы пневмонии, что следовало предпринять для того, чтобы не допустить вспышку к коронавирусу у нас в стране. Было возможности. Я считаю, что было возможности. Что надо было сделать? По ряду деятельностей в системе здравоохранения республики было достаточно времени для мониторинга, в случае, значит, ситуации в мире. Когда уже было ясно перспективы для нашей страны этому вирусу в приближении карантина к нам, специалистам здравоохранения республики, особенно специалистам противопедемической службы, с первых дней появления этого вируса в Китае даже, не у нас, в Китае, нам надо было активно готовиться к специалистам эпидемиологов, инфекционистам, вирусологам. Вообще-то, всех медицинских работников в режиме работы строго противопедемического режима проводить несколько раз учения, не занятия, а учения по приему больных и соблюдению противопедемического режима во всех лечебных учреждениях. Так. Одновременно надо было готовить приемное отделение. приемное отделение. Любых больниц. Это большие или малые, там, не имеет это значение. То есть действия врачей при обнаружении больных коронавирусом. или вообще больных особо опасных инфекциям. Так. Инфекциям. Даже дайте до того, как готовиться, допустим, как одевать надо спецодержные. Элементарный вопрос. Так. И это уже не знали наши. Повторюсь несколько раз проводить, опять же, руководством, значит, учения. Самое главное это учение. Эпидемиологами. Подготовить стационар. Стационар. Для изоляции контактных. Контактных. И создать все условия по противопедемическому режиму. А служащим персоналом. Персоналом. Проводить занятия по их работе в данных ситуациях. Тем не менее, важную роль играет работа специалистов скорой помощи. Надо было создавать скорую помощь бригаду, которая отдельно обслуживает по вызову. Диспетчерский. Поступает же диспетчерский все данные. Вызов. Значит, диспетчера должны дать определенную, значит, бригаде скорой помощи. Те только выезжали на с признаками с симптомами коронавируса. Вот тогда не будет... Это как вот специализированная скорая помощь по реанимации. Да. Тогда не будет вот такой бестолковый разговор, как помните, проводили. Тот ездил, тот не ездил и так далее, другие. По СМИ же мы наблюдаем, как передают. Проверят готовность всех вирусологических лабораторий. Их оснащенность, возможности. Может быть, дополнительно надо было готовить лаборантов, врачей-вирусологов. Кроме того, конечно, большое количество... Вот, допустим, в Китае появилась проблема. Мы забили тревогу, провели учения. Проблема какая была? Не было ничего известно про само заболевание. Проводить учения против чего? Непонятно. Раз. Второй момент. Если готовить специалистов, то время сжатое. Значит, возможно было проводить только краткосрочные курсы. Правильный вопрос. Поймите меня правильно. Уже же понятно было, что это что-то не то. Понимаете? Протекает очень тяжело. Хотя мы говорим, я, допустим, лично как эпидемиолог не считаю это особо опасной инфекцией. Это просто урвы. Тяжелое течение. Понимаете? И, конечно, продолжу я туда. На заседаниях правительства республики надо было, конечно, поставить вопрос о готовности работы в противопедемическом режиме таможенных постов, железнодорожных станциях, аэропортах, а также работа в карантинных условиях этой организации. Чего, конечно, у нас этого не было. Но это, получается, не эпидемия, да? Это не эпидемия. Это не эпидемия. Это, понимаете, с одной стороны не эпидемия. Это просто вспышка. Так. Напрашивается вопрос. Готовы ли мы были к вспышке коронавируса в стране? В целом? Я, как бывший специалист, кстати, бывших эпидемиологов специалистов не бывает. Вы знаете, я участвовал в работе по ликвидации и ликвидации очага особо опасных инфекций, холеры, чумы, где был даже, руководил этим, по ликвидации и ликвидации этого очага. по результатам тех сообщений, которые передавались в СМИ у нас, скажу, что мы не были готовы к проведению противопедемических мероприятий, не говоря даже о том, даже отсутствовал спецодежды и элементарной маски. Разве это готово? Ну, если мы миллионы масок отдали Китаю по просьбе Пекина, о чем можно говорить? Да. Если бы работа лечебных учреждений с местными эпидемиологами проводили занятия с врачами, медицинским персоналом, вот тот период, когда уже массовая заболеваемость пошла в Китае, начали бы у нас проводить интенсивно, тогда заражения врачей не было бы. Вот это, я считаю, это не то, что халатность, не грамотность, это преступление. А почему все-таки получилось так, что врачи массово заболели? Во-первых, не были готовности. Не были готовности. Так. По приему больных коронавирусом. Так. Никакого противопедемического режима не соблюдали. Точно в самом маске не были. Принимали людей. Или о чем-то говорит? Это мы если говорим, что это кафельная инфекция, она же передается при разговоре, так, при чихании, там, все такое. Так. Вот ее результат. Это и пошла цепная реакция и вспышка. Ничего тут не сделаешь. Понимаете? Это не то, что не грамотность, так, не профессионализм. Тех же руководителей медицинских учреждений. Это просто преступление. Надо было готовить, проводить учения. Тогда вот такой заболеваемости среди врачей не было бы. Ага. Так. Вот вы помните, как оценить, допустим, действие главного санитарного врача города Алматы? Я его не знаю. Помните? Она прилетела из-за границы. Да, заболевшая. В контакте не заболевшая. В контакте с больным коронавирусом. Сразу вышла на работу, так, а на следующий день изолировалась. Слушайте, она же, если бы, хорошо, что она не заболела. А если бы заболела, она бы заразила бы и своих. Ага. То есть сама руководитель сама нарушает процедуры. Да, сама могла бы, стать очагом. И соседу, допустим, с кем она общалась, она заразилась. Разве это эпидемиолог? Да. Так, вообще-то, вообще-то, Ирмек, эпидемиология, эпидемиология, это наука об эпидемиях. Изучает причину возникновения эпидемии и вырабатывает значит, меры по борьбе с этим эпидемическим процессом. Когда получается, что она далеко от эпидемических вопросов. я считаю, кроме того, помните, она легла как контактный дом. Я считаю, что контактных больных коронавирусом категорически нельзя изолировать в домашних условиях. В квартире. Нельзя ни в коем что изолировать квартиры. Если у них появится симптом, я опять повторяюсь. Их надо сразу в больницу. Очаг. Отсюда значит степная передача возбудителя. О чем я. Домашним членам семьи, соседям. Так никогда не ликвидируем очаг коронавируса. Вот сейчас идет. То есть ага, получается когда заколачивали двери подъезда, это была тупая идея. Я это остановлюсь скажу. Это вообще неграмотно. Это тем тем создали сами очаг. Понимаете в чем дело? Кто его смотрел? А в России должны присутствовать смотреть. В каком состоянии он находится? Раз ты закрыл значит должен быть там каждый квартир заходить узнавать температуру и все обследовать. Это же нет закрыли и ушли. ждали звонка. Это же преступление. Это же так нельзя делать. Понимаете в чем дело? Так как передавали и передают сейчас контактных изолировали в доме сегодня то же самое. Кстати подъезд закрывали под ключ вот как вы говорите и тем самым создали сами же очаг. Они начинают общаться внутри подъезда и друг друга заражают. да конечно какой может общение все равно будет хоть как больных конечно коронавирусом следует класс инфекционного отделения контактного отделения контактных тем самым они будут постоянным наблюдением медицинского персонала. Какое может быть медицинское наблюдение когда закрыли подъезд перед преступлением это какое-то отчаяние от от беспомощности от безграмотности своей. Да как только можно так нельзя ликвидировать и ликвидировать очаг инфекции. Мы говорим же достаточно было времени даже на уровне акима города можем был вопрос решения с контактом больным. То есть помещение присмотреть для контакта больных. Но если на уровне республики у нас хватает военно полевые госпиталя развернут военно полевые госпиталя. Что такое военно полевой госпиталь? Это просто палаточный госпиталь? Это со всеми условиями. я отлично знаю. Его можно развернуть и в поле и на стадионе? Да везде можно. И притом в марте апреле месяц тепло. Понимаете в чем дело? Я думаю в этом вопрос военные врачи эпидемиологи и специалисты военные я думаю ошибки не делают. И не делали бы. Это однозначно. Но получается их потенциал не использовали? выше. Вот по приему опасных инфекций так у них выше. Они всегда вот при меня всегда проводили учения постоянно. Приходишь в медицинское учреждение заходишь и говоришь если ты начальник говоришь вот поступил больной ваши действия и все дежурный врач передает по всему госпиталю так и все госпиталю только по этому вопросу. Вот учение с чего начинается. Понимаете? Это не отработано если бы вот так была бы отработана 12 больниц не было заражения больных медицинских работников. Теперь вопрос дезинфекции это просто анейдот. Анейдот. я вам покажу если вы хотите посмотреть видно вам вот фамилия видно? Так чуть-чуть выше о так дезинфекция и стерилизация так фамилию видите да мою? Саудобеков Картамбай Ербаянович Вот оценка какой? Выше выше отлично отлично я проводил в Москве есть единственный институт в Союзе так это был 79 год так институт при повышении значит при усовершенстве врачей институт называется дезинфекция и стерилизация единственный институт я проходил специализацию я дезинфекцию знаю отлично до тех пор так дезинфекцию надо делать конечно особенно в населенных населенных территориях да Китая допустим вот где в Ухане живут где-то 10-12 миллионов по-моему и как показывает по телевидению дома очень близко друг к другу друг другу так надо конечно тут надо обильно поливать дезинфекцирующим раствор что и проводили мы видели по телевизору а у нас что у нас при карантине пустые улицы однако поливает асфальт слушайте я бы не против дезинфекции пешеходных дорожек допустим стоянка автобусов детских площадок подъездов квартир а что вы поливаете вы если взять смыв если смыв взять когда еще до дезинфекции вы же даже не найдете кисечную палочку не то что коронавирус что вы делаете теперь вот даже анекдот вот на днях открыли все карантин сняли я просто мы зашли думаю как зашли мегу так зашел пропускают там и понимаете как сказать бризгает раз бризгает за секунду же ты проходишь что это дает ничего что обработать должна быть экспозиция понимаете это как экспозиция это как сказать время действия данного раствора данного распудителя возбудителю это или кисечная палочка это коронавирус а это уже не соблюдается а какое время должно быть а смотреть надо это лабораторно определять надо понимаете в чем дело ну для кишечной палочки это какое время в среднем ну где-то 30 минут так а для коронавируса примерно сколько может быть да раствор должен быть нормально налитый все такое и притом надо узнать активность активность хлора допустим меньше вот при меня при союзе если меньше 16 процентов активности хлора до этого нельзя раствор делать понимаете я сомневаюсь я даже интересовался не сомневаюсь интересовался а вы делаете хоть качество дезинфекции визуально лабораторно брали смыв такого нету понимаете это же я не знаю что это за безграмотное отношение к дезинфекции то есть ошибка была в том что прямо при прохожих при гостях при посетителях при клиентах обрызгивают не давая время для того чтобы ну конечно если да за секунду что это сделать ну что это такое это получается для галочки ну это точно кому это надо кому это надо так вот теперь далее вопрос вот сейчас допустим сейчас не меньше поступает чем тогда марки месяца поступали это единичные случаи у нас сначала 10 20 там все 30 так а сейчас по 200 по 100 по 300 поступает поступает надо конечно создать оператив надо было создать оперативную группу высоко квалифицированных специалистов эпидемиологов вирусологов инфекционистов которые бы выезжали вот те же допустим тенгиз масса поступлений по 80-500 человек прийти уточнить в чем же причина может быть местный эпидемиолог не может разобраться так или же Коломхаз или еще другие месторождения где сейчас идет или Казахмыс так так же нельзя может это есть но тогда бы передавали говорили бы так же так значит выехала группа а разобрались так такого же нету так сейчас же население что население сейчас грамотное в этом вопросе это же нельзя делать да я знаю что правительством создана комиссия допустим значит комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения да я просто в этом вопросе допустим в вопросе того что Хасмеджард Кемельевич постоянно кстати интересуется лично интересуется так от заболеваемости населения так постоянно выступает я не видел выступления с коренет министров выступает кто Тукаев выступает и Биржанов министр здравоохранения Бертанов Бертанов да и иной раз главный санитарный врач а те исполнители исполнительный власть его никто не выступает премьер-министр Мамин да 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 если допустим когда министр то есть президент делает все условия карту в руки работаю слушаю это же хорошо создают все условия так теперь вот вы говорите да 16 марта по-моему 16 наложили карантин что такое карантин вы это уже говорили карантин это временная изоляция больных так до ликвидации очага разве можно был город полностью изолировать положить в карантин или же они идут вот я сельский месяц отравского я с районом разговариваю в районе ни одного случая нет коронавируса школе закрыли детсад закрыли и карантин объявили что слушайте это государствен подход что ли в тех населенных пунктах элементарно никакого конфитера никакого ничего нету как дети учатся мы же создаем чтобы эти дети были неграмотными понимаете разве можно так делать или же в больших городах да если в школе кто-то заболел класс школа карантин другой вопрос а полностью город закрывать да Китая да Китай возможно это густонасолен и невозможно там а у нас что у нас надо хорошо поработать эпидемия хорошо поработать я в этом вопросе я сомневаюсь знание главных санитарных врачей по эпидемии вопросам санитарную службу городу в области должны руководить знающие эпидемиолог не гигиенисты не специалисты по питанию и так далее другие или токсиколог радиолог нет вот именно эпидемиолог знающий Артамбага вас за все это время кто-нибудь когда-нибудь вытаскивал с постели отправлял к вам к подъезду машину чтобы вытащить вас на встречу с министрами с акимами с главными санитарными врачами чтобы вы могли вот условно говоря я бы допустим как президент вытащил бы 50 Артамбаев посадил бы и сказал бы так создаем постоянный комитет обеспечиваем вас от и до вы должны держать на пульсе все события контролировать ездить если надо с проверками в любую область зондировать держать все под контролем Еремек вы исключительно правильно делаете это исключительно государственный подход понимаете я вам скажу дословно почитаю месяц два там назад после нашей первой значит вот этой беседы так все же я переживаю написал письмо Акимов город в сайт уважаемый вот это дословно я почитаю вам уважаемый Бахчан Абдирович обращаюсь к вам как специалист врач-эпидемиолог который занимался всю жизнь противопедемическим обеспечением личного состава вооруженных сил и гражданских лиц входящих в состав среднеазиатского туркстанского военных округов и сороковой армии это Афганистан участвующих участвующих ликвидации отчета чумы холеры и менингит среди гражданского населения нижняя ситуация по коронавирусу в городе Алматы в целом и по республике тревожит меня как специалист в этой области мне ничего не надо от вас от ваших организации может вы думаете что я чего-то добиваюсь мне за 80 лет имея немалый опыт работы в этой области поэтому я готов доложить вам какие ошибки допустили и допускаются по противопедемическому режиму в городе Алматы и в целом по республике желательно в присутствии эпидемиологов вирусологов инфекционистов обсудить эту проблему с участием ответственных лиц по проведению карантинных мероприятий в нашем городе ответы я не получил а сайт два раза отправлял они получали но разве это как сказать это тупизм и равнодушие значит не интересуется ему все равно вот как я потом вот недавно узнаю во время карантина продали аэропорт продали эту самую заповедную зону вот чем занимается во время карантина а вопрос о здоровье населения по-моему меньше беспокоит я не думаю что допустим что Бахча Абдирович не думал что так будет поступать все же это государственный человек был селом кабинета министров руководителя и то же самое на республиканском уровне тоже не попытались выйти с вами на контакты нет нет ага давайте мы озвучим ваш телефон чтобы если будет необходимость люди позвонят к вам 8701 так 701 566 так 2601 все кто все кто желает все кто отвечает все кто отвечает в государственном институтах за все эти направления все кто может решить все вопросы все могут позвонить пригласить и с помощью Хартамбая Ербаяновича могут найти еще достаточное количество специалистов которые находятся на пенсии которые находятся вне государственной службы всех их можно собрать провести конференцию и постоянно действующими создать комиссию и комитет и работать над ошибками да я знаю наших допустим военных бывших эпидемиологов не бывших а эпидемиолог которые уволились находятся на пенсии так после первого факультета военно-медицинской академии высшие специалисты например можете назвать например допустим Ири Кешев такой есть полковник так ну многих Сазонов есть Александр Александрович Александр Иванович вернее так специалистов их хватает так специалисты есть те которые кончили именно академию теперь вот спрашивается вот элементарный вопрос сейчас люди хорошо разбираются уже коронавирус так если так самый главный вопрос чтобы узнать изучить этого откуда вспышка чего надо делать эпидемиологический анализ которого можно было бы хоть один раз два раз передать по телевизору элементарная вещь вот сейчас как докладывать заболело столько-то поступило столько-то скончалось столько-то что это говорит это голод цифры понимаете если поступили столько-то из них из них больных которые заболели так из них которые определен тестом тестированием так из них контактных которые заболели то есть расшифровать чьи это да-да-да так это было уже это положено так есть учебники допустим военно-медицинские академики дектора под руководством Белякова академика Белякова московского института так где описано как делать эпидемиологический анализ везде тоже это слепая работа ага ясно то есть главный санитарный влач первым делом должен был опубликовать такой эпидемиологический надзор и обновлять его хотя бы еженедельно публикует для всех подробный анализ да если ты эпидемиологический анализ не делается ты не найдешь причину вспышки и концы не найдешь не найдешь а если не найдешь причину вспышка она будет продолжаться вот сейчас продолжение вот это сейчас идет столько поступлений это вот это и есть следствие не передачи инфекции он не кончится вот так и будет идти до осени мы сами создаем понимаете в чем дело понятно теперь многие вопросы которые делаются в этих самых допустим торговых там других никому не нужны вещи так от этого допустим если не создать экспозицию так какой действий будет оказывать этот раствор артамбар я вам предлагаю вот что сделать давайте мы расширим наш эфир попробуем пригласить еще двух специалистов и провести круглый стол эпидемиологов и тогда я думаю это будет очень серьезный эфир для правительства для министерства здравоохранения который уже не сможет проигнорировать круглый стол эпидемиологов где будут сидеть ведущие я и трое эпидемиолога давайте попробуем найти людей которые смогут прийти на круглый стол с вами обсудить и я буду модерировать вот тогда это будет очень серьезный с удовольствием с удовольствием вот недавно по хабару то есть по СМИ по моему Казахстан выступала доктор медицинских наук профессор который она рассказала который работал по ликвидации чумы Мангставри как зовут ее не то Муса Галиева я не помню по-моему Муса Галиева грамотная она хорошо хорошо сделала анализ но нет она анализ не делала просто сказала как работала там то есть участвовала по ликвидации этого очага а как именно работала этого нет как создавали карантин как оцепление было допустим это да источник они нашли источника нашли там источник берут так с гороженым мясом так но это хорошо а чак то есть значит определенное количество болел они говорили она же не будет говорить хорошо понимают нам нужно заканчивать эфир времени у нас не резиновое значит в принципе какие у нас краткие выводы и можете назвать три главных урока из этой истории для того чтобы локализовать ликвидировать очаг надо изолировать контактных этого не было нельзя это значит если заболеет я уже еще раз говорю это будет очаг второе теперь делают хороший эпидемиологический анализ заболеваемости отсюда причина так и методы ликвидации этого очага можно подумать и решить а так так слепой работает слепой работает нет они могут сказать что мы сделали такой эпидемиологический надзор но только мы его не показывали никому вот они мне покажут пусть скажут я сразу скажу должны были бы они этот эпидемиологический надзор показать народу нет это может быть но вот допустим но сколько-то поступает столько-то поступили столько-то заболели столько-то столько-то выздоровели столько-то умерли. Нужно расшифровать? Да, да, да. Расшифровать надо. Так? Народ же требует этого. Теперь умерли. Умерли, допустим, столько-то человек, скончались. Расшифруй. От чего? Может быть, от гипертонии. Угу. Понятно. Ага, надеюсь. Ага, надеюсь, нас услышит, и мы проведем еще дополнительно большой круглый стол с участием ваших коллег-специалистов как ветеранов на пенсии, так и современных молодых специалистов. Ага, спасибо вам за эфир. Я всегда готов. Пожалуйста. Жак Сага. Жак Сан Савгул.